Кто-нибудь задумывался, почему это произошло на Украине? А я вам скажу, что у меня есть знакомый, который жил в Чернигове в 50-е годы, потому что его отец был военный, служил там. И он говорит, что очень интересно было, все эти украинские городки, и там было смешанное население, русско-польско-еврейское. Ну, после войны поляков частично выселили, ну, они просто уехали в Польшу. Но в целом вот это вот население оставалось. И украинское население в городах вообще не жило, оно жило в деревне. И в деревне, собственно, там было очень сильное демографическое давление, почему Российская империя все время избыточное украинское население переселяло на Дальний Восток. Ну, просто их было очень много, они там размножались быстро. Так вот, в 50-е годы Никита Сергеевич Хрущев начал заниматься строительством в городах комбинатов химических, легкой промышленности и прочее, и прочее, и прочее. И работников в эти комбинаты стали нанимать из украинской деревни, причем теток. И вот эти молодые девки деревенские поселились в городах. В результате, как он рассказывал мне, этот самый человек, мы, говорит, пару раз обнаруживали в мусорных ящиках, которые стояли во дворе, новорожденных младенцев. Ну, потому что нельзя с младенцем ехать в деревню, это неправильно. Лучше его эту удавить. Но все равно этих деревенских девок никто замуж не брал в городах. И они понимали, что будущего нет. И тогда они стали тащить за собой деревенских этих парней, которые шли ремонтниками, техниками, ну, короче говоря, ну, такие средние рабочие специальности. Но в силу специфики советской власти, через 5-8 лет они заняли райкома партии. А еще через 15 лет обкома партии. Вот они откуда взялись. И в результате они вытеснили, еврейское население они вытеснили в конце 80-х, начале 90-х. Сейчас они истребляют русское население, а поляков выгнали тоже. И в результате образовалось совершенно удивительный феномен государства, в котором нету национальной элиты и с деревенским менталитетом. Они вообще не думают о будущем. У них мысль одна, что если что-то плохо лежит, надо ухватить и хватить и тащить в хату. Все. Вот вся логика украинского политикума. Ну, к России может вернуться территория. А с людьми с этими ничего нельзя сделать. Да потому что они встраиваются в российскую систему. А вы знаете, что во времена СССР была удивительная история. Украинцы, которые вырвались с территории Украины, до пенсии старались обратно не возвращаться. Только вот если в свое село уже на пенсию. А иногда и на пенсию не возвращаются. Потому что человек, который пожил в нормальной среде, в эту вернуться не может. Просто у него вызывает дикое раздражение. КОНЕЦ. КОНЕЦ.